Друзья, телеграм-каналы сообщили трагическую новость. Сегодня в мире искусство тяжелое потрясение, на 88 году ушла из жизни, выдающаяся российская актриса, режиссер, создавшая незабвенный сериал «Гардемарины вперед», Светлана Дружинина. Ее талант, тепло и доброта пронзали экраны и сердца зрителей, оставляя непередаваемые воспоминания. Сообщается, что она скончалась в своем коттедже в Красной Пахре, в кругу семьи, пока довольно мало новостей о произошедшем, но СМИ сообщают, что ей внезапно стало плохо около 10 утра. Более подробная информация будет позже. Светлана Сергеевна была моим другом, многие годы мы с ней были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Дружинина и те, которые она снимала как режиссер, и те, в которых она блистательно выступала как актриса. «Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре», сказал Шахназаров. «Она была великим режиссером, великой актрисой. Это огромная потеря для всего нашего народа и кинематографии», написал Сергей Жигунов. Актриса Татьяна Лютаева назвала ужасной потерей, смерть Светланы Дружининой. «Ужасная потеря, что сказать. Конечно, она блистательный человек. Блистательный», сказала актриса. Дата и время прощания с Дружининой пока не сообщаются. Легендарного режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Светлана Дружинина была не только талантливой актрисой, но и тем человеком, чья работа стала неотъемлемой частью культурного наследия. Ее вклад в развитие отечественного кинематографа останется в истории, а ее образы будут вечно жить в сердцах зрителей. Светлана Дружинина легендарное имя в российской кинематографии. Этой фразой можно начать и закончить повествование о ней. Не добавить, не убавить. А можно и продолжить режиссер и сценарист, актриса и привлекательная женщина вовсе не с дамским характером. Девчата, дело было в Пенькове, за витриной универмага и все гардемарины. И это малая часть того, что сыграна и создана народной артисткой, за долгую и плодотворную профессиональную жизнь. А вообще это уникальный человек за что бы она ни бралась, везде добивается успеха. Сложнее оказалось в личной жизни, точнее проблемы возникли со старшим сыном и внуком. Ее долгая творческая плодотворная жизнь, началась в декабре 1935 года, в московской Марьиной роще. Обычная трудовая семья папа, шофер, ушедший из жизни в годы войны, и мама, воспитатель детского сада. Родители даже предположить не могли, что их дочь достигнет таких высот в искусстве, важнейшей частью которого является кино. Да и о каком кино могла идти речь в коммуналке, окна которой выходили на три городских кладбища, а ярким воспоминаниям ребенка остались, коротко остриженные головы дворовых друзей, игравших там. Но странная девочка, наблюдая за игрой ребятишек, мечтала о другом. В 11 лет она поступила в цирковое училище, выбрав группу цирковой акробатики. Спустя некоторое время группа отправилась на гастроли, но мама не отпустила в поездку малолетнюю артистку, заперев ее в комнате. На этом карьера в цирке закончилась. Но остановить Светлану на пути к мечте было трудно, она начала заниматься балетом. И здесь успех, благодаря трудолюбию, пришел быстро, и как результат поступления в хореографическое училище. Окончив училище в статусе одной из лучших учениц, балериной не стала, так как получила травму руки. Видимо только так судьба, смогла направить ее на приготовленную свыше миссию. Восстановление было долгим, в этот период Светлана, работала ведущей концертов в зале имени Чайковского, балетная осанка и умение держаться на сцене этому способствовали. Там и заметил ее режиссер Самсонов, пригласив на роль в фильме «За витриной универмага». С этого началась профессиональная биография 20-летней Светланы Дружининой. Небольшой, но яркий дебют заметили и зрители, и режиссеры. Она окончательно определилась, поступив во ВГИК. Заканчивая институт, в 1965 году, она уже была знаменитой, во всех кинотеатрах и клубах огромной страны с успехом, шли полюбившиеся народу фильмы «Дело», было в Пенькове и «Девчата». Семимильным шагами развивалось и телевидение, открывались новые программы. Ей довелось поработать, сезон в передаче молодого КВН «Ведущий», вместе с Михаилом Державиным. 35 годам Светлана Сергеевна, снялась в 17 картинах. Артистическая карьера набирала обороты. Но надо знать Дружинину. Она решила, что снимать фильмы намного интереснее, чем в них играть, и снова в ГИК. Но теперь уже режиссерский факультет. Первой стала Зинка дипломная работа Светланы, о которой информации мало. А потом один за другим стали появляться шедевры, сватовство Гусара, Дульсинея Табоская, принцесса цирка и цикл фильмов о гардемаринах. Историю Дружинина любила еще со школьных лет. Историческая тематика, переплетенная с человеческими чувствами и, конечно, любовью, нравится многим зрителям. А если учесть в ее фильмах исторический антураж и великолепные декорации, то успех работ вполне объясним. Высокую оценку получила телевизионная сага Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Ее продюсерское детище. За 20 лет вышло 8 серий этого фильма. Как говорила Светлана Сергеевна, это была попытка создать телевизионную повесть о судьбе русских императриц, об их женской доле. Светлана Дружинина «Человек, увлекающийся цирк», балет, артистическая деятельность, режиссура, история, писательская работа. И во всех сферах она не дилетант, а профессионал. Казалось бы, постоянство это не про нее. Более полувека рядом с ней был первый и единственный муж, Анатолий Мукаси, тоже народный артист. Их знакомство состоялось еще в студенческие годы. Оба они были капитанами команд КВН в ГИКа. Тогда еще веселые и находчивые игры, которые только начинали свое массовое развитие, в вузах страны. Родились и выросли дети двое сыновей. Ничего не предвещало беды. Старший сын был очень талантливым и перспективным художником. Перед своей кончиной он уходил в монастырь. Что он там делал, никто из друзей не знал. Вернулся Анатолий еще мрачнее, чем был. Его финал трактовали по-разному, упоминали запрещенные вещества, обсуждали предсмертную записку. Анатолий написал, что ощущает себя психически нездоровым человеком. Он не желает, чтобы его только что рожденный сын видел его таким. Жизнь свою старший сын Дружининой закончил, почти в 30 лет. Младший сын Михаил вполне успешно и занимается, продюсированием и снимает клипы. Женат на знаменитой волейболистке Екатерине Гамовой. Оба сына подарили, бабушке с дедушкой троих внуков. Старший внук Даниил Мукаси, уже 40-летний мужчина, тоже связан с кинематографией и монтирует фильмы, специалист по компьютерной графике. С 14 лет он жил с бабушкой и дедушкой, так как его мать тоже рано ушла из жизни. Маленьким он снимался во всех фильмах Светланы Сергеевны. Но настал момент, и юноше надоело учиться, работать и вообще напрягаться. Парень считал, что его чрезмерно опекают, уезжал в Индию, деньгами, при этом его снабжала бабушка, сдавая его жилье, где не делал ничего, возвращался, продал квартиру, засветился на ток-шоу и снова уехал. Дружина предпочитала не комментировать поступки Даниила. Сегодня мы прощаемся с неповторимой личностью, с ярким светилом, которое засияло на экранах, и неизменно оставит свой след в истории искусства. Светлана Дружинина ушла из жизни, но ее творчество останется с нами как вечная память, о великом таланте и человечности.